Музыка Я бы определил, что это королевский город. Потому что он имеет королевское происхождение. Он построен был внезапно для России. Неожиданно для Европы. Это город, который сразу начал строиться как столица. Европейские архитекторы приезжали сюда строить с большим удовольствием. Потому что им предоставлялась возможность строить с чистого листа. Не перестраивать что-то. Не лавировать между готовыми зданиями. Они строили его на том месте, где города не было никогда. И вот это ощущение, что город возникал их стараниями. И Россия, и Растралии, и Терзина. Город Терзина, и город Монферрана. И наших, между прочим, архитекторов. Это, по-моему, очень вдохновляло их. Потому что нигде дальше... Я не встречал в Европе их творение такой силы и оригинальности. Вот, возьмите, улица Россия. Кроме того, действовало еще своеобразие город. Город стоял среди... На Неве, среди ее притоков. Это такая разветвленная сеть. Речи, реки, речи, ручьев, как, знаете, какой-нибудь монастырка или Карповка. Таких речек очень много в самом городе. Это требовало особого решения. И, как ни странно, город получился единым, архитектурно единым. Он производит впечатление не сборной команды, а он производит впечатление Петербурга. И поэтому он привлекает очень... В конце концов, каждый город это сборище разнообразных архитекторов разных. Неважно, из какой страны они. Потому что каждый талантливый архитектор, он не из страны, а он из своего дарования. И это город, который, ну вот, например, чем-то он похож на Венецию. Напоминаю, количество воды, количество мостов и так далее. Но это никакая не Венеция. Потому что... Вене... Потому что огромная река Нева это такие мосты и такое поводное пространство, у которого нет Венеции. Венеция состоит из узких каналов. И где мосты совершенно иной конфигурации. В Питере мосты украшения города. Это, знаете, какое-то украшение и не вы с ее... Это ансамбль, связанный с ее гранитными берегами, с пусками к воде, с гранитной... Набережной, которые продолжаются набережными мойки, фонтанки и прочих водных у всех этих радостей города. Здесь главное украшение города это Нева. это ее проспект. Это ее площади. Знаете, этот простор, который... И этот простор повторяют площади города, которые очень украшают и как бы создают для того времени совершенно особое ощущение простора. Ведь учтитель, например, Париж вынужден был перестраиваться, освобождаться от средневекового города. Берлин перестраивается и перестраивался. Так? Москва перестраивалась и перестраивалась. Петербург не перестраивался. Он как был задуман иначе устроиться, так в основном он и существует. Я огорчаюсь, когда я вижу, какие места теряют свою прелесть и красоту. Эти потери происходят все время. побольше, поменьше. Приобретений мало, больше потерь. Ну, вот мы потеряли. Очень меня огорчил летний сад, новый. Вот огорчает этот постройка или пристройка Мариинского театра. сносы какие-то, потери там греческой церкви, церкви Носиною, много довольно потерь, памятники, вот жалко, чтобы убрали там, допустим, памятник принцу Альденбургскому и так далее. Поэтому хочется сохранить то, что есть. Это уникальное историческое, это уникальное пространство даже для Европы, которая тоже вся перестраивалась. Вот. Сохранить мораторий какой-то. Создавайте великие районы. Но делайте это не за счет исторического центра. Что вы понимаете, обязательно тут надо. Это ведь что получается? Значит, люди, олигархи или какие-то богатые организации, которым обязательно надо влезть в исторический центр, чтобы было престижное. А здания сами получаются не престижные, но местом. Они пользуются хищнически. Ну, вот построили гостиницу Ленинград на берегу Невы. Совершенно абсолютно последственная, даже бездарная постройка. Зачем? Там было прелестное вот это продолжение военно-медицинской академии эти пирогузки корпуса. Нет, будем пользоваться вот этими чужими красотами, Невами созданными. Идите в новые районы и создавайте там шедевры. Живой город, он должен жить, понимаете? Почему? Живите вокруг города, огромные районы, новые районы. работайте там. Вы создали эти новые районы, некрасивые, стандартные, не питерские, а такие, какие могут быть, понимаете, где-нибудь во Владивостоке, в Хабаровске, в Новосибирске и там меня. Я сочувствую и понимаю, что люди, которые привыкли жить в центре, близко от театров, кинотеатров, от музеев, от каких-то своих знакомых, конечно, могут огорчаться от перемены адреса. С другой стороны, наверное, избавиться от коммунальных квартир, которых в городе тысячи, тысячи их есть. И это бедствие, которое досталось нам от советской жизни. избавиться от них и нельзя за счет одного, двух, трех домов. Очевидно, надо действительно находить какие-то компромиссы. Я не знаю, как некоторые люди действительно хотят получить отдельную квартиру и ради этого готовы переехать. но я вам скажу, вот бывая в европейских городах, в американских городах, я увидел там, что, допустим, Гамбург, люди уезжают из центра, если у них есть малейшая возможность, уезжают из центра на окраины, где тише, где воздух лучше, где можно построить свой небольшой дом, индивидуальный дом. И этот квартал из индивидуальных домов выглядит очень уютно, красиво. С маленькими садами и так живут многие европейские города. И это устраивает людей. Мы просто не привыкли. Мы не привыкли к тому, чтобы иметь свой городской дом. Хотя это вообще это комфортно, наверное. Я тоже не жил никогда в таком доме, но, наверное, это комфортно. Это ты не зависишь от соседей, нет у тебя протечки, не течет сверху. Так что это, может быть, постепенно мы к этому придем, так же, как пришли к этому в Европе. Не знаю. Так что это, наверное, процесс какой-то становления, избавления от коммунальных квартир. Ну, вот я жил там на улице, которая носила название имени Васильева. Сейчас это другое. и что? Ничего не изменилось ни в моей квартире, ни в моем быте, ничего. так что это, конечно, понимаете, вот мы, вот, недалеко одна улица была Куйбышева, а на самом деле, сейчас она возвратилась там, малая дворянская или большая дворянская. ничего не изменилось, но есть тут какая-то одна вещь, на которую я хотел обратить внимание. Вот у нас есть пушкарская, монетный переводок, певческий переводок. эти названия дороги, потому что это история города. Там жили мастеровые, певчие жили, далеко, жили, значит, монетчики. это исторические названия, они как-то украшают просто ощущение времени, истории, Пасадская улица, да. Я бы такие надо вещи сохранять, такие названия. Нет, может быть, возможности и нужды сохранять, например, город Достоевского. Что там можно сохранить, какие-то адреса, но город Достоевского ну, конечно, там было масса неудобств для жизни. и также литература это все-таки не предъявляет, не может предъявить таких требований городу. Есть исторические места. Вот, допустим, там Дворцовая площадь, это историческое место, связанное с многими. Летний сад, Зимний дворец, знаете, какие-то места, где творилась история не только нашего города, но и России. Вообще, конечно, Петербург принадлежит не России. Это мировое сокровище. Это сокровище мира. так же, как мы не вправе считать Венецию или Флоренцию только итальянским городом. Это собственность всего культурного мира. Петербург то же самое. Это сокровище, которое нам доверили, сохранять его. Мы его должны сохранять именно прежде всего его историческую и архитектурную часть этого города. Мы промышленность, заводы, фабрики, какие-то деловые кварталы и прочее, это в любом городе может быть. Это не принадлежность Петербурга, не его достоинство и его преимущество. они могут быть в Екатеринбурге, могут быть в Пензе, в Барнауле, такие же кварталы, такие же фабрики, такие же заводы, такие же мастерские, все там где-то во Владивостоке или в Новороссийске, там судостроительные верфи, которые там есть, могут быть расширены. Для Петербурга это не главное. Это не обязательно, их надо немедленно выселять, но не они определяют физиономию и лицо города. Не ради них к нам едут туристы, они не едут посмотреть там электросил или Кировский завод. Их другое привлекает, вот то, что их привлекает и то, чем мы гордимся, и то, что является красотой города, вот это надо прежде всего сохранять, это наше богатство, главное богатство, наше слава, наше преимущество. А то, что там автозавод построить, достройте вы, пожалуйста, в области. Петербург это сокровище, которое нам доверено. Архитектура это единственный жанр искусства, который работает постоянно. живопись вы должны прийти в музеи, музыка на концерт приходит, там кино. Архитектура это единственная красота, с которой вы сталкиваетесь все время, проходя по улице, выходя на площадь, идя по своим на работу, в магазин и так далее, проезжая даже на машине. Вы живете внутри этой красоты, внутри этой истории, и это мне кажется, что это очень действует на человека, незаметно, можно даже не замечать, но замечаешь отсутствие. Вот эти новые кварталы, вот мне приходилось там, допустим, в Берлине жить среди новых кварталов. Это такая, это однообразие, когда трудно узнать свой дом, это тянется, это улица вот этих кубиков, параллелепипедов параллелепипедов и так далее. Это действует на человека удручающе. Просто удручающе действует. Он даже не, может быть, даже не замечает от этого, знаете, болезни нет, благодетельного влияния красоты. Красота не бесследно проходит для человека. Я читал одно исследование интересное. вот молодежь, подростки из этих наших новых городов, там, какие-нибудь, там, Тольятти или еще что-нибудь, еще таких городов у нас теперь довольно много, она более агрессивна, чем жители старых городов. Я скажу такую довольно, может быть, рискованную вещь. Когда начальством у нас становятся прислые люди, которые из других городов, для которых этот город тоже не родной, да, они не знают, как он восстанавливался после войны, какой ценой, как он страдал во время блокады и во время войны и так дальше, это все не их. Поэтому для них эти потери не так болезненны, как для питерцев. Причем питерцы это не обязательно рождение даже. А это просто долгая жизнь в городе, когда привыкаешь вот к его, понимаете, своеобразию. мигрантами, которых сейчас много, я не знаю, это надо, это только воспитательная работа там, в тех же школах, где они учатся. показатель. Что такое красивый дом, что такое некрасивый дом. Что такое ансамбль красивый, и что такое квартал вот этих железобетонных коробок. может быть так, может быть еще какие-то существуют способы приохотить городу, влюбить в наш город. Раньше, когда города были более изолированы друг от друга, питерцы отличались интеллигентностью, вежливостью, отзывчивостью. Сейчас не знаю, может быть это и существует, но в меньшей степени все-таки как-то жизнь выравнивается. Нет. Но когда я бываю в Москве, мне не нравится московская суетность, московская холодность, суховатость. у нас тоже это есть, но у нас это скорее сдержанность, закрытость, замкнутость, но и то мы гораздо более открыты. Может быть, это тоже из-за происхождения город, это был первый город в России, где стали появляться иностранцы, иностранные моряки, иностранные корабли и так дальше. Ни в каком другом городе России тогда этого не было. И это сохранялось долго. И сейчас это сохраняется отчасти, потому что это, в общем, город любят туристы со всего мира. Они сюда приезжают, и это нарушают нашу ксенофобию. Я убедился, что мы, несмотря на то, что ходим с мобильниками, несмотря на то, что телевидение стало цветным, значит, еще все уже могут осуществить свои мечты насчет автомобиля, и могут ехать далеко, куда угодно. И от того, что мы ездим уже по всей Европе, по всему миру, человек не изменился. И доказательством этому тому может быть то, что древний человек, древнеримский, древнегреческий человек, сколько там было гениальных людей, какие они создавали прекрасные вещи, какое было искусство, какая была архитектура, какая красота была этих городов, храмов, сооружений. это тоже было счастье жить. вот мы жили довольно у нас в России довольно замкнутой жизнью, закрытой жизнью. то есть общались на работе, потом приходили домой, общались со своей там детьми и женой, особенно в городах. Соседи это не чужой мир, не знакомый мир. Вот телевидение, радио, книжки. Не так много было контактов, так, и люди вырастали какие-то закрытые, вот в городе, в у нас городе, я это чувствовал, которые иностранцев не хотят бояться их, общаться с ними. Вообще чужой человек это было. всегда что-то опасное. Сейчас нет, это снимается теми же самым мобильникам во многом. Я смотрю, люди идут по улице разговаривать, разговаривать, разговаривать. Что они раньше-то молчали? Шли молча, а сейчас разговаривают. О чем? Ну ни о чем. Ну как ты, ну что ты, а вот я так. Разговор пустой, но это общение, это разговор. Человек перестал быть закрытым, молчаливым, безмолвным. Люди раскрепощаются как-то. От чего? От этого маленького прибора. Таких примеров можно много привезти. Допустим, возможность поехать далеко в другие страны, Европа открылась, Австралия. Ты где был? А я был в Индонезии, а я был, знаете, на Мадагаскаре еще где-то. Мир стал доступен. Мы увидели много странного, нового, и обычаи другие, языки другие, но и увидели, что все люди, по сути, живут одинаково. у всех есть квартира, дом, больше, меньше, у всех семья, дети, все чему-то учатся или не учатся, да, у всех есть, все приходят обедать, ужинать, то есть создается, это не какие-то монстры неизвестные нам, это такие же люди во многом, как и мы, но что-то есть другое интересное там, интересное, хорошее, может быть, может быть, плохое, мы имеем возможность выбирать и может быть, даже удовольствие от разнообразия жизни, разнообразия мира, это что? Это техника, это машина, у нас радиус жизни был 5 километров пешком ходить, ну, на трамвае и на автобусе 10, 15, 20, а имея машину, радиус стал 100 километров, тоже не проблема имея машину, а 100 километров радиус жизни, это уже не твоя, не только твоя улица, и не только твой город, а оказывается, рядом есть и другие города наши тоже интересные, какой-нибудь поехать в Новгород, да, это целый мир открывается. а радиусу свеча и даже и кто-нибудь на клеща и то-клеща и А м